Добрый вечер! В эфире 12 канала Час новостей в студии Юлия Комарова. И вот о чем мы сегодня расскажем. Увечить импорт и экспорт и повысить в разы товарооборот. Глава региона Виталий Хаценко встретился с консулом Киргизии. Я чувствую себя как дома. В каких направлениях будет развиваться сотрудничество? Почти 300 тысяч рублей на аренду жилья или прибавку к зарплате. Сотрудники предприятия оборонки могут рассчитывать на новые меры поддержки. Без разрезов и крови операции, от которых зависит жизнь человека, теперь проводят по новой технологии. Хирургам достаточно надеть вот такие специальные очки. С их помощью врачи как будто попадают в организм пациента. Благодаря 3D формату время операции сокращается на треть, а реабилитация проходит еще быстрее. Герои нашего времени. А мечей из ледяного Иртыша вытащили тонущего ребенка. Знаете, не успел осознать того, что тебе страшно или нет. А житель Калачинска спас из горящего дома пенсионерку. Расскажем о тех, кто не побоялся и рискнул собственной жизнью ради других. Весомый трофей для богатырей из Сибири. Весит он почти 20 килограммов. Именно из-за этого выигравший его Дмитрий Скосырский прилетел в Омск из Красноярска на самолете. А вот сам трофей пришлось везти по железной дороге. Омский силач победил на международном турнире по силовому экстриму. Прямым самолетом в один из самых красивых уголков мира из Омска могут запустить рейсы в Киргизию. Организацию перелета в Рио губернатора Виталий Хаценко обсудил сегодня с генеральным консулом республики. Делегация из дружественного государства работает в нашем регионе. Как выяснилось, проектов для совместного сотрудничества множество. Если большая часть из них будет реализована, Омская область сможет получить новых инвесторов. Подробности делового визита в нашем материале. Я чувствую себя как дома. Вот он результат омского гостеприимства. Генеральный консул Кыргызстана в нашем регионе всего два дня и уже понимает у республики и области множество точек соприкосновения. Образование, промышленность, туризм и культура. Совместные проекты в этих сферах укрепят не только дружественные связи, но и экономику. В Рио губернатор Виталий Хаценко отмечает, товарооборот с Киргизией в прошлом году по отношению к 2021 вырос почти в четыре раза. Примерно настолько же увеличились и объемы экспорта. Обсудили практически во всех сферах взаимоотношения. Особое внимание аграрное и сельским хозяйством в Киргизии занимается больше половины населения. Страна находится в так называемой зоне рискованного земледелия. Из-за недостатка влаги семена иногда просто сгорают. И даже новые удобрения не всегда помогают получить богатый урожай. У Омской области решение проблемы есть. В этом гости из Дружественного государства убедились в ходе экскурсии по аграрному научному центру. Здесь селекционеры выводят сорта семян, которым не страшны ни погодные аномалии, ни вредители. Специалисты предложили, могут поделиться опытом с коллегами из Кыргызстана. Кыргызстан является тоже аграрной страной. Мы тоже выращиваем разные сорта пшеницы, ячмени и так далее. И я думаю, будет полезно установить контакты. Именно укрепить и развивать взаимоотношения наших селекционеров. А еще стороны намерены возобновить программы обмена студентами. В советское время, говорят специалисты, учащиеся из Кыргызии, часто приезжали в Омск. Постепенно сотрудничество в сфере образования сошло на нет. Но сегодня, когда российское правительство ежегодно выделяет Кыргызстану 700 квот на обучение в вузах нашей страны, есть все шансы, что ребята из республики вновь могут быть зачислены в омские университеты. Здесь уже научная база такая, мощная. Поэтому для молодых кыргызских вузов это будет очень полезно. Объединяться опытом работы. Из ближайших планов и запуск прямого рейса в Бишкек. Это направление было закрыто с 2018 года. И если воздушное сообщение наладят, у омских путешественников будет возможность увидеть легендарный горный хребет Тяньшань, захватывающий Красные каньоны и, конечно, одной из самых глубоких озер на планете Иссык-Куль. К слову, беседами взаимодействие кыргызских и омских властей не ограничится. Уже через две недели наша делегация отправится в республику и представит свои проекты на международной выставке. Елена Бавкова, Екатерина Булучевская, 12 канал. Почти 300 тысяч рублей смогут получить сельчане, переехавшие работать в город на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Выплату можно будет направить на компенсацию аренды жилья или же оформить прибавку к зарплате. Мера поддержки предусмотрена федеральным постановлением. Его подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сегодня рассказали представители регионального министерства труда. Сейчас набор сотрудников в Омске ведут 11 предприятий оборонки. С начала этого года трудоустроились уже свыше 2000 человек. В банке вакансий на данный момент около 2500 предложений. Требуются токари, фрезеровщики, инженеры и электросварщики. Чтобы подыскать рабочих в городе и районах регулярно проводятся ярмарки вакансий. Для привлечения кадров на предприятие расширили перечень социальных гарантий. И понятно, что это только официальное трудоустройство на всех предприятиях. Кроме этого, работодатели предусматривают обучение с нуля, возможность совмещения учеба-работы. Работает система компенсации по некоторым профессиям, по некоторым специалистам. Компенсация аренды жилья и компенсация проезда к месту работы. 3D-очки, которые нужны не в кинотеатре, а в операционной. Омские врачи теперь работают в дополненной реальности. В клиническом медико-хирургическом центре установили современный комплекс. На его мониторе организм пациента представлен в трехмерном пространстве. Екатерина Булучевская наблюдала за операцией. Эти кадры могут шокировать, но только тем, как искусно хирурги выполняют свою работу. Никаких разрезов и следов крови, хотя операция сложнейшая — удаление пищевода. Таких вмешательств в регионе проводят немного, значения переоценить сложно. От них зависит, сможет ли пациент в будущем питаться, как все здоровые люди, а не через трубку. Это проблема во всем мире. Стоит это очень большая операция, очень серьезные реконструктивные вмешательства. Для того, чтобы пациент быстрее поправлялся, необходимо использовать малоинвазивные технологии. Через небольшой прокол вводятся специальные инструменты. Это камера, в которой имеется даже не просто камера, а две камеры. Как наши глаза расположены на определенном расстоянии. Ну а дальше все внимание на монитор. Сначала может показаться, что это смоделированная с помощью монтажа запись для какого-то медицинского курса. Но на деле видео в режиме реального времени. Качество изображения еще несколько месяцев назад существенно проигрывало сегодняшнему. Декабрь 2022. Кадры с хирургической стойки предыдущего поколения. Картинка размытая и зернистая. Новый комплекс обеспечивает максимально высокую четкость изображения. Здесь мы видим легкое, вот ниже. Вот оно. Когда выделим пищевод, будет видно и трахея, и сердце. Естественно, что чем лучше у нас качество аппаратуры расходных материалов, тем, конечно, более безопасно для пациента выполняется операция, тем более хороший результат мы получаем в исходе. При этом риск всяких развитий осложнений примерно в 10-15 раз меньше. Современный комплекс позволяет проводить операции не только в двух, но и в трехмерном пространстве. Для этого хирургам достаточно надеть вот такие специальные очки. С их помощью врачи как будто попадают в организм пациента. Они могут не только увидеть мельчайшие сосуды, но даже определить размер и расстояние друг от друга. Сама по себе камера такой глубины не передает. А вот в очках изображение максимально объемное, максимально реалистичное. Даже такое ощущение, как будто бы ты в кинотеатре или компьютерной игре. Благодаря формату 3D время операции, говорят специалисты, сокращается на треть. Соответственно, меньше и доза препарата для наркоза. Реабилитация проходит быстрее. Если раньше, после сложных вмешательств, в реанимации пациенты проводили не меньше недели, то сейчас всего сутки. Этому 70-летнему Амичу удалили пищевод вчера. Ну а сегодня он уже дает небольшое интервью. Как у вас самочувствие? Нормальное самочувствие. Нормальное. Вчера сделали операцию. В реанимации, а сейчас в палату пришел. Нормальное самочувствие сделали перевязку. Преимущества есть и для врачей. Благодаря современным технологиям, глаза и руки устают меньше. Комплекс позволяет проводить по 5 операций ежедневно. А значит, теперь на помощь медиков могут рассчитывать еще больше пациентов. Екатерина Булучевская, Юрий Репин, 12 канал. В регионе стартовала масштабная проверка дорог. Комиссии предстоит обследовать свыше сотни участков, ремонт которых проводился по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» с 2018 по 2022 годы. В составе группы сотрудники Управления дорожного хозяйства, а также представители компаний-подрядчиков. Список недочетов специалистам необходимо будет составить до 13 апреля. Ну а после фирмы, которые проводили ремонт магистрали, обязаны будут их устранить. На это дается максимум месяц. Добавлю, что гарантия на дорожное покрытие составляет 4 года. На пластиковую разметку – 1 год. Амидж Дмитрий Скосырский победил на международном турнире по силовому экстриму в Красноярске. Помимо россиян, за награды сражались атлеты из Италии, Франции, США и других стран. В итоге именно наш земляк вновь доказал – самые сильные люди планеты живут в Омске. Награда оказалась настолько тяжелой, что отправлять ее пришлось не самолетом, а по железной дороге. Алексей Адарьев продолжит. «Сайбериан Пауэр Шоу» – одно из крупнейших спортивных событий в нашей стране. Побороться за главный кубок в Красноярск едут силачи со всего мира. Вот и на этот раз, помимо семи топовых российских богатырей, Амиджу Дмитрию Скосырскому предстояло помериться силами с иранцем Пейманом Махрипурихиром, американцем Уэстли Клэборном и французом Орельеном Леженом. В этот раз я ехал с особым волнением, потому что я, так как уже был двукратным чемпионом этого турнира, моя задача была основная – это удержать этот титул. И ехали атлеты с очень высоким уровнем подготовки, и поэтому я очень сильно волновался. Даже сейчас может, это волнение передастся немного. Становая тяга и перенос колодца, эстафета мешков и столбы Геркулеса. И вот во многом решающее упражнение – подъем гигантской гантели Сира. Тренер Дмитрия Михаил Шевляков заявляет своего воспитанника на мировой рекорд – 146 килограммов. Мы заявились, потому что были готовы на рекорд – 146 килограмм. Дмитрий закинул, зафиксировал уже гантель, но помост – это была главная сцена. Она сыграла, и ему буквально чуть-чуть не хватило зафиксировать ноги, чтобы рекорд состоялся. Но, к сожалению, рекорд устоял. Несмотря на эту относительную неудачу, после финального упражнения «Камни атласа» Дмитрий Скасырский получает главный приз – кубок «Сиберян Павершоу». Вот он, этот кубок, тяжелый во всех отношениях. Во-первых, выиграть его, конечно, было крайне нелегко. Во-вторых, и весит он почти 20 килограммов. Именно из-за этого выигравший его Дмитрий Скасырский прилетел в Омск из Красноярска на самолете, а вот сам трофей пришлось везти по железной дороге. Прежде всего, я испытал облегчение. Мы готовились к этому турниру около четырех месяцев. И я, когда выхожу на пьедестал, мои первые мысли – фу, наконец-то это закончилось. Но, соответственно, нужно к чему-то новому готовиться. Но пока я отдыхаю. Впрочем, отдых не продлится долго. «Сиберян Павершоу» – лишь начало сезона для стронгменов. Впереди у Дмитрия и его тренера четыре крупных международных старта. Причем один из них, запланированный на начало августа, пройдет в нашем городе. Задачу перед собой омские богатыри ставят максимальную – победить на каждом из этих турниров. Алексей Дареев, Павел Манжос, 12 канал. И вот какие материалы мы покажем во второй части программы. Герои нашего времени хомячей из ледяного Иртыша вытащили тонущего ребенка. Знаете, не успел осознать того, что тебе страшно или нет. А житель Калачинска спас из горящего дома пенсионерку. Расскажем о тех, кто не побоялся и рискнул собственной жизнью ради других. Качели и песочницы тонут в горах мусора. Вонь стоит страшная. То бишь, антисанитария полнейшая. Контейнеры для отходов отравляют жизнью мечей. Почему управляющая компания бездействует? Репортажные фото и исповедь в цвете. У меня получилось 70 работ. 10 из них катастрофически не вошло. И, в общем-то, еще столько же осталось в мастерстве. В музее искусства Омска открылась выставка «Параллели». Что еще, помимо творчества, связывает художников? Радио «Максимум Омск» представляет. С 27 марта по 7 апреля. Внимательно слушай эфир. Приезжай первым на объявленную ведущим АЗС. Называй пароль «Топлайн» на «Максимум» и получай подарок. Канистру моторного масла «Стелс» от «Масломаркет» и 20 литров бензина от сети АЗС «Топлайн». Слушай радио. Заправляйся на «Максимум». По будням в 9.50 и 18.10 на «Радио Максимум». Спонсор проекта «Топлайн». Сеть отличных АЗС. Партнер проекта «Масломаркет». Федеральная розничная сеть автомагазинов и автосервисов. «Масломаркет». Эксклюзивный дистрибьютор моторного масла «Стелс». «Стелс» – это надежная защита вашего двигателя. Яркая, стильная, динамичная, созданная удивлять. Та, которую хочешь ты. Немного дерзкая, всегда особенная. Она мечта. Она – реальность. Реклама на медиафасадах от компании «Дженерал Медиагрупп». Звоните 838-12-308-209. «Джемгрупп.ру». Радио «Монте-Карло». Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Проверяли рёд на прочности, ушли под воду. Двое школьников едва не утонули на РТШ. Очередное ЧП произошло в районе Советского парка. Выбраться из воды, как сообщили в полиции, ребята смогли самостоятельно. Но вот скорую помощь им вызывали прохожие. По заключению медиков, мальчики отделались легким испугом и переохлаждением. В воде мог оказаться и этот отчаянный лыжник. Кадры, на которых мужчина рассекает по льду, облетели в соцсети. В комментариях большинству пользователей бесстрашие. Спортсмена не оценили. Выходить на лёд сейчас очень опасно. Подтверждение тому случая с 9-летним школьником. Вытаскивать его из реки пришлось очевидцам. Анастасия Вишова расскажет о тех, кто, рискуя жизнью, бросается не только в воду, но и в огонь. Вытаскивали мальчика где-то в этом районе. Потому что вот везде остались, как мы вещи бросали. О том, как спасали 9-летнего Диму Иван Полозов, рассказывает в деталях. После криков о помощи к РТШу бросились сразу несколько неравнодушных амичей. Иван вспоминает, в это время находился поблизости, решал рабочие вопросы. На выручку пришёл и Иван Рожанский. Проезжал мимо на машине. Раздумывать долго не стали. Сразу кинулись в ледяную воду. Сработало на автомате, что у самого есть ребёнок. И это чей-то ребёнок. И побежали. Здесь даже, знаете, не успел осознать того, что тебе страшно или нет. Мальчик уже был без сознания. Чтобы вернуть его к жизни, мужчины начали делать массаж сердца и растирать ребёнку руки и ноги. Иван начал проводить действия. То есть желудочка выдавливать в воду у него уже. То есть потом, я ему говорю, нужно быстро его перевернуть на коленку. Пытаюсь, чтобы он головой вниз, с лёгких давай выдавливать в воду. Сейчас Дима в больнице. За ним наблюдают врачи. Как оказалось, к реке мальчик пошёл без разрешения. Как он рассказал, они вот туда пришли. Они сперва просто катались там во дворах. А потом увидели мальчика на льду. Там мальчик был с клюшкой, с палками. И они просто к нему подошли. Встретиться со своими спасителями и лично сказать им спасибо, как рассказала мама, Дима планирует сразу после выписки. А вот Александру Шмарюку пришлось броситься не в воду, а в огонь, чтобы спасти человека. Молодой человек заметил пожар, когда гулял вечером по городу. Через забор перепрыгнул. Ну, вот это дверь открываю, открыто всё кричу. Там никого нет, тишина. Всё, думаю, блин, надо зайти посмотреть, может что-то есть. Всё, заходить, дым сильно не пройдёшь. Всё, вышел через забор, перелез опять. Ну, как ну. Александр выбил стекло и начал закидывать огонь снегом. На шум вышел сосед. Тогда выяснилось, в доме осталась парализованная пенсионерка. Всё хорошо. Всё хорошо взял. Хотел в окно, думаю, что передам людям. Однако пламя перекрыло путь к отступлению. Выход Александр нашёл благодаря неравнодушным. Шёл на луч от фонарика. Ему светили калачинцы, прибежавшие тушить пожар. С огнём удалось справиться, а её мама, как рассказывает Наталья Сатиева, практически не получила ожогов. Скромная, но мой герой, да? И Саньке вот я очень благодарна, что он не прошёл мимо и спас нашу маму. И, во-первых, у меня крыша осталась, самое главное. Но что закоптилось, оно это всё отмоется. Так что уже всё отремонтировали. Осталось последние поделки. В эту субботу мама приедет домой. Сотрудники ОМОНа завтра будут штурмовать школу номер 84 для поимки стрелка. Педагогов и детей просят не пугаться. Всё это часть съёмок нового социального проекта 12-го канала. Наша продакшн-студия готовит серию видеоинструкций для школьников, в которых расскажет, что нужно делать в случае чрезвычайных ситуаций. В съёмках примут участие полицейские, росгвардейцы и представителей ФСБ, чтобы все сцены выглядели максимально реалистично. Завтра, в частности, на территории гимназии номер 84, отыграют сценарий захвата здания террористам. Подобных роликов будет несколько, каждый на отдельную тему. Главное, как поясняют авторы, рассказать детям, как не растеряться в разных экстремальных ситуациях и что делать, чтобы спасти свою жизнь и жизнь окружающих. Мы хотим сделать этот проект максимально незанудным, чтобы школьники на уроках, сидя и смотря на это, не зевали, не делали вот такой вот вид, чтобы им было действительно интересно это посмотреть. Мы даём им экшен, а, как мы знаем, современные дети пристально следят за контентом и разбираются в его качестве. И инструкции, безусловно, отложатся у них в памяти, чтобы в случае беды их можно было быстро достать и применить. Разбитые тротуары, детская площадка, больше напоминающая свалку, в редакцию 12-го канала обратились жители Старого Кировска, собственники квартир. В одном из домов по улице Суровцева жалуются на стихийный полигон во дворе. Люди считают, расположена она с нарушением всех норм и территория вокруг, буквально усеяна отходами. Дарья Садчикова разбиралась в ситуации. Эта контейнерная площадка – главная причина недовольства местных жителей. Груды мусора окружают не только место сбора отходов, устилают и детскую игровую зону, которая находится неподалеку. Дворника, который мог бы прекратить все это безобразие, жалуются люди – нет. Больше года несколько домов по улице Суровцева обходятся без управляющей компании. Обслуживать двухэтажки коммунальщики отказались из-за нерентабельности. Сами ремонты делаем, сами убираем подъезды. У себя в коридоре мы тоже поддерживаем чистоту. Ну вот это вот. Ну просто мусор вынес, принес все домой. Ну как-то неправильно писали. Мусор в эти контейнеры несут жильцы даже не этого, а двух соседних домов. Люди уверены – обустроена санитарная зона не по правилам. Поблизости играют дети, не предусмотрена дорога для подъезда мусоровоза. Кроме того, першества на площадке устраивают насекомые и грызуны. Пока у дома была управляющая компания, жильцы пытались решить вопрос, но безуспешно. Обращались и говорили, что ну почему ее здесь установили. Нам сказали, что все нормально, что никаких претензий быть не должно. Вонь стоит страшная, то бишь антисанитария полнейшая. У нас мухи, то бишь даже и москитные скетки не помогают. А с наступлением холодов мышки и все остальное вот к нам прямой наводкой ходят. О нарушениях в обустройстве площадки говорят и представители регионального оператора по работе с отходами. Во-первых, она примыкает к гаражу, что не должно быть. Во-вторых, здесь нет соответствующего расстояния ни к тротуару, ни к детской площадке. В-третьих, контейнерная площадка обустроена без отсека для крупногабаритного отхода. То есть людям просто-напросто, потребителям коммунальной услуги, некуда вынести крупногабаритный мусор. Поэтому они вынуждены его складировать где-то рядом, за контейнерной площадкой. Дать свой ответ в управляющей компании Левобережье, которая и определяла место для сбора мусора, оказались не готовы. Сослались на большую занятость. Теперь главная надежда жильцов – распотребнадзор. Люди готовят коллективную жалобу. После обращения специалисты ведомства проведут проверку и выяснят, нарушила ли все-таки управляющая компания санитарные нормы. Если коммунальщики и дальше не захотят решать вопрос, на них можно будет подать суд. Дарья Сачикова, Никита Гайдаш, Павел Манжос, 12 канал. Все меньше свободных мест остается для желающих принять участие в тотальном диктанте. Проверить свою грамотность амичи смогут уже в эту субботу. Стартует мероприятие в 14 часов. Участники могут выбрать любую удобную площадку, а также написать диктант в режиме онлайн. Главным местом проведения акции в нашем городе будет G-Drive Arena. Но в общей сложности для тотального диктанта подготовлено больше 40 площадок. Это корпусы ОМГУ имени Достоевского, мультимедийный парк «Россия. Моя история» и даже пиццерия. В числе диктаторов ведущие 12 канала. Мария Седнева, Константин Лондон, спортивный комментатор Максим Гречанин и Алексей Попов. Ведущие радио Монте-Карло Омск. Выбрать удобную площадку и зарегистрироваться можно на официальном сайте totaldict.ru. Творческий дуэт в искусстве Омска. В музее открылись сразу две экспозиции в рамках серии выставок омских художников в параллели. На первом этаже разместились живописные полотна Елены Бобровой. Вернисаж под названием «Прямая речь. Способ мастера высказаться при помощи холста и красок». Второй этаж здания заполняет светотень. Персональная выставка фотохудожника Олега Деркунского. Что объединяет авторов, узнала Наталья Змага. «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем», то «Защищен от него» гласит живописный триптих Елены Бобровой. Центральная композиция выставки – отсылка к популярным эмодзи, которые хорошо знают интернет-пользователи. Эти картинки, выражающие различные эмоции, используют в электронной переписке. Автор проекта «Прямая речь» вкладывает в них более глубокий смысл, изображает саму себя. Автопортреты выражают общую тематику экспозиции, желание высказаться творчески. У меня накопилось много серий. Потому что, мне кажется, сейчас вообще для современных художников характерно такое поступательное высказывание, которое состоит из ряда работ. У меня получилось 70 работ. 10 из них катастрофически не вошло. И, в общем-то, еще столько же осталось в мастерской, наверное, новых работ, потому что объем действительно большой. Мы уже смеялись, что сотрудники будут ходить и экспонировать вручную. В палитре автора эмоции в цвете. Преобладают красные оттенки – от драматичного до жизнеутверждающего. Яркий пример картины – красная отара. Живопись густыми мазками – это почти исповедь в красках. Серии пейзажей, натюрмортов и портретов посвящены путешествиям, событиям в стране и родным людям. Узнаваем на картинах и образ супруга. Фотографа Олега Деркунского Елена часто писала в период пандемии. На самоизоляции муж и жена стали друг для друга единственными моделями. Это образ спящего Олега, а это уже портрет Елены через объектив супруга. На выставке фотохудожника «Светотень», что расположилась на втором этаже, преобладают монохромные работы. Черно-белые, здесь некое наследие есть, ну и плюс альтернативные технологии, они все равно в каком-то смысле черно-белые. Хотя они не черно-белые, конечно, они имеют свой оттенок, но в целом основа понятна, что она такая. Олег Деркунский работает в аналоговой цифровой печати, увлекается мягкорисующей оптикой, использует широкоугольник. На выставке порядка ста его работ. Снимки распределены по жанрам. Репортажные фото чередуются с постановочными кадрами. Многие из них – результат творческих поездок. Эту церковь мастер отыскал в Тобольске. Правда, признаются, пришлось при обработке снимка поправить покосившийся крест. В каждой работе свой театр теней. Есть и цветное исполнение, например, портрет скульптора Александра Копралова. Весь материал, представленный на двух этажах музея – результат работы Семейного союза за несколько лет. Сегодня же состоялась презентация совместного каталога творческой пары. С этой стороны – обложка Елены Бобровой, а здесь уже – Олег Деркунский. Выставка продолжит свою работу до 30 апреля. Далее прогноз погоды на все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте. Или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 5 апреля, в Омске переменная облачность. Ночью до плюс 4, в дневные часы – 8-10 градусов со знаком «плюс». В районах также переменная облачность. В ночные часы – около нуля. Днем температура составит 5-7 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба. На этом у меня все новости. Всего доброго. До встречи.